Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал. Меня зовут Наталья, и вы на канале Сад в цветах. Сегодня 29 августа, вот и подошло к концу календарное лето. Как же быстро летит время, и не успели мы оглянуться. Вот оно, и лето уже пролетело. Напомню вам, что я проживаю во Владимирской области, и сегодняшнее видео будет мое о петуниях. Покажу вам, как они выглядят у меня на конец августа. В начале видео, друзья, я очень хочу попросить тех, кому интересен мой канал, кто смотрит меня, поддержите, пожалуйста, мой канал в Яндекс.Дзен, и по возможности просматривайте видео именно там. Всем огромное спасибо за поддержку и понимание. Ссылочку на мой канал в Яндекс.Дзен я оставлю в описании под этим видео, а также в первом закрепленном комментарии. Друзья, спасибо вам огромное за поддержку. А перед вами мои петунии, мои страдалицы. В этом году как-то неудачен был год для петуний, и я прям разочарована осталась, честно вам скажу. Я сажаю петунии уже много-много лет. В основном у меня сейчас растут ампельные петунии, но есть и кустовые. Например, вот здесь в Кашпо-Лебеде я сажаю кустовые, потому что объем здесь всего лишь 7 литров. В общем, подвели в этом году петунии, и в конце августа некоторые пришлось уже удалить. Вот сюда я, видите, вынесла уже традисканцы, сняла с Лениного домика, и вот в таком сейчас состоянии находится моя петуниевая дорожка. Вот тайдал Сильвер выглядит прекрасно, а большую часть тайдалов Ред Велюр мне пришлось просто удалить. И вот сюда, на это место я перенесла прекрасные традисканцы, которые покорили мое сердце в этом сезоне. В начале лета у нас очень долго были заморские, вплоть до 10 июня. В общем, долго не могла я их вынести на улицу, потом вынесла. У нас начались проливные дожди, практически полтора месяца у нас лили дожди, было прохладно. Я практически все лето боролась и делала профилактические обработки от мучнистой росы, от грибковых заболеваний. То есть постоянно чем-то их обрабатывала. Мне кажется, мы друг другу просто от друг друга уже устали. У меня вот эта вот гиперопека в этом сезоне над петуниями просто зашкаливала. В середине июля я сделала им обрезку. Часть лета я подкармливала петунии по листу, потому что проливные дожди не давали сделать это под корень. Поэтому я делала подкормки по листу комплексными минеральными удобрениями, полантофидом, азофоской. В общем, недавно сделала подкормку под корень монофосфатом калия. В общем, вот такие бедолаги у меня здесь стоят. Показываю, как есть. Да, наросли вот здесь в катках. Но вот этот ряд, который находится у меня под небольшим козырьком, выглядит намного лучше тех петуни, которые стоят на противоположной стороне, которые стоят под открытым небом. А сейчас у нас холодные ночи, росы. И местами даже по Владимирской области уже ожидаются заморозки. В общем, в этом году неудачное лето для петунии выдалось. Вы знаете, я прихожу к выводу, что... Ну, это сейчас я так думаю, потому что я каждый раз думаю, что нужно уменьшать количество петуний. Поэтому есть задумки немножко переделать. Нет, конечно, сажать петунии я буду однозначно, но не в таком огромном количестве, в котором я делала все года. В этом году я, кстати, уже уменьшила кашпо с петуниями. И они у меня растут практически только здесь, на петуниевой дорожке, в этой зоне входной. Ну, и есть еще там несколько кашпо, может быть, 10 за домом. Но большая часть сосредоточена именно вот в этой зоне. Честно сказать, в этом сезоне я подустала с петуниями и сказала им, красавицы мои, оставляю я вас в свободном плавании на конец августа. И цветите, и радуйте. Все, не буду я вас мучить, не буду я вас обрабатывать. В общем, доцветайте так, как есть. Вот так вот, друзья, показала вам свои петунии на конец августа. Выглядят они, в принципе, неплохо. Я думаю, что если постоит еще теплый сентябрь, они обязательно меня еще порадуют. Всем, друзья, спасибо огромное за просмотр. До скорой встречи на моем канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...